В начале августа в Москве прошел финал всероссийского музыкального конкурса «Нашествие молодые ветра». Из 4000 исполнителей и коллективов в топ-50 по итогам зрительского голосования попали две группы из Алтая. Одна из них – Ваниль из города Бийск, которая существует всего 5 лет. И этим летом она уже дважды выступила на московской сцене, в том числе в рамках фестиваля. Все ли получилось и насколько сложно ворваться на большую сцену группы из Сибири, об этом сегодня расскажут участники группы Евгений Серегин и Аврора Летяева. Ребят, насколько важным было это выступление в рамках фестиваля в Москве? Как раз прошел онлайн-голосование, мы попали в 50 финалистов со всей России из 5000 заявок. И как раз-таки этот концерт был направлен на то, чтобы выявить пятерку победителей. Привет, Москва! Как я давно мечтал сказать это слово. На самом деле мы из города Бийска, это очень маленький город в Сибири. Вот помимо еще музыки мы работаем на заводе. Так пришлось, и об этом наша первая песня. В пятерку победителей вы не вошли. Жюри, в составе которого были и Сергей Галанин, Иван Демьян, Александр Скляр, Денис Майданов, а дали предпочтение другим. Как вы думаете, почему? Это же все все равно субъективно. И люди, которые были на концерте, они прониклись, они добавили. Здесь еще работает возрастная аудитория. Мы с жюри немного в разной возрастной аудитории. Классовщина, это точно. Возможно, если бы в жюри там сидел кто-нибудь из новой школы, было бы что-нибудь по-другому. Но при этом жюри вас отметила. Денис Майданов упомянул на своем каком-то интервью, репортаже, что ему вроде как понравилось. Была группа Ваниль. Это ребята, которые поют в Ласковую Майю. Вокал лидера очень попсовый, но все играется в каком-то жестком роке. Очень интересно. В целом, каково выступать в Москве на большом фестивале после бийской сцены? Разница огромная, потому что масштаб именно, что бросается в глаза, это масштаб. 50 участников организовать очень сложно. Мы сразу, когда туда попали, на площадку. Это невероятная суета. Очень много организаторов. Все суетятся, бегают, чтобы все скоординировать, чтобы по таймингу не отстать. Потому что если какие-то накладки пойдут, это невероятное количество времени друг на друга насловится. И в итоге закончится не в 9, а в 12, а то и в час. Не бывает так все просто. Организация. Я первый раз на таком большом фестивале. У меня просто, знаешь, как ехал в стол. Очень жестко. Типа здесь все так, надо быстро делать. А я приеду, типа... Ничего не понятно, ничего не знаю. Все гоняют. Ну, качество организации было достаточно на уровне. Отстали там буквально минут на 20 буквально. Естественно, там ставилась самая, наверное, крутая московская звукопрокатческая компания. И звучало все на уровне, на хорошем, достойном уровне. Поэтому здорово. Волновались или вы из тех, кто не волнуется? Волнение от него никуда не деться. Оно есть. Но там даже просто мы не успели заволноваться. Было всего лишь две песни. И мы вышли. И это вот прям, когда 30 минут, допустим, играешь сет, как-то ты поволнуешься. Потом привыкнешь к этому. И все, привыкаешься. А здесь даже не успел заволноваться. Собственно, уже все закончилось. Там даже один исполнитель сказал, что мы обычно тоже 30-40 минут сет играем. И обычно первую песню ты настраиваешься, вторую разогреваешься, и с третьей у тебя идет уже сет. А здесь как бы первая, вторая есть, а третьей уже нет. Все, конец. На сцене, я думаю, любому артисту приходится освоиться. То есть первые какие-то две песни ты прочувствуешь поверхность, прочувствуешь аудиторию, а здесь все с лета приходилось делать. Но, собственно, все в равных условиях были, поэтому, ну, как есть, это все равно уникальный шанс. Что вы представили на фестиваль и почему именно эти композиции? Мы выбрали песню первую «Завод», потому что это такая драматургия наша. На наших концертах мы всегда рассказываем, что мы обычные ребята, мы с очень маленького города, а у нас нет никаких продюсеров и каких-то богатых родителей, и мы дошли до всего сами. Так тяжело мне на заводе упорные взгляды лысых мужчин, и я на них не похож, да вроде такожешь, и с утра на автобусе без сети. И еще по совместительству мы с трудимся на благо города, на большом предприятии, а по вечерам мы ездим в клубы, в стадионы и разные-разные другие места и играем музыку. Вот, это первая песня. А вторую мы ее не выбирали, потому что она была конкурсная, песня «Сирень». Именно ее мы подали в заявке. Песня о заводе была близка аудитории? Эта тематика нашла отклик? Вот что вы видели? Сложно сказать. Вот, допустим, среди наших слушателей, зрителей на концерте люди, некоторые проникаются, но большая часть людей, потому что, возможно, мы одного какого-то менталитета, уровня, как мы рядом с ними находимся по социальному статусу, и люди проникаются этой темой. Ну, во-вторых, это как легенда, которая подкрепляет, отражает нашу, наверное, суть. А кто вы по образованию? Я учитель географии. А вы Аврора? Я учитель музыкальной школы, учитель сельфеджио, музыкальной литературы. Бас-гитарист Степан, он тоже работник завода, этого же самого. И еще один участник, он тоже работает на работе, на себя он работает, он бизнес-предприниматель. В какой момент вы решили, что нужно делать музыку? Когда-то была в детстве мечта, наверное, играть музыку. И для реализации много было, не было чего там, не было инструментов, не было понимания, умеешь ли это играть, вообще и педи, вообще все угодно. Вот, допустим, у нас из четырех человек, только у Аврора, есть музыкальное образование. В моем случае у меня была старая гитара, которая не строила, я зашел в YouTube, набрал, как играть на гитаре, научился ставить аккорды, и вот с этого все пошло. Мечта сохранялась, появились в институте методы реализации, и мы сделали первую группу. Ну, со временем пришло к тому, что мы же можем играть не каверы, а писать свои песни. Ну, мне иногда сложно с мальчиками общаться. Я пытаюсь как-то на простом, на человеческом языке, без всяких терминов, с ними разговаривать, объяснять какие-то моменты. Иногда они друг с другом не могут друг друга понять, и я их там, ну, обучаю чему-то, говорю, что как называется, как лучше сделать. Ну, как бы находим общий язык. Ребята, какие у вас амбиции? Как в песне поется, что хочется разваливать стадионы. Точно уволить заводы, разваливать стадионы. Как у меня миллиона, пускай будут слезы девчат. Естественно, хочется связать всю жизнь, не работая на сторонних местах, именно зарабатывать музыкой, именно ей заниматься, уделять все свое свободное, полезное время. Когда, наверное, группа создается, наверное, представление о музыкальной среде немного другое. Кажется, что я вот сейчас запишу одну песню, и как я стану сразу суперпопулярным звездой, а потом, когда ты выпускаешь песню, понимаешь, что вообще не так, и чем дальше ты туда погружаешься, тем больше понимаешь, что все-таки это бизнес по большей степени. Насколько сложно сегодня группе «Сибири» из маленького города Биск стать знаменитым, выйти на большую аудиторию? На самом деле географическое положение влияет, но не категорически. Есть же интернет, а интернет есть у всех, даже в глубинке такой, как у нас. Выпускаем песни в интернете, сейчас это основной инструмент рекламы, то есть человек послушает песни в интернете, и группа ездит по городам, и на наш Сибирь в Бурнову приезжает, допустим, Биск рядом, в Бурнову достаточно, и приходит на концерт, поэтому нужно просто работать на интернет. В нашем случае. Вы уже выступали в городах Алтайского края, в Новосибирске, теперь уже дважды в Москве, одной из них в рамках фестиваля. Как впечатления? Вообще, когда приезжаешь в Москву, ты думаешь, что это должно быть эталоном чего-то. А когда приезжаешь, оно ничем не отличается, допустим, от такого же Барнаульского клуба. Ну, все, в принципе, так же, может быть, где-то чуть похуже, в каком-то моменте чуть получше, но такого представления, как ты в детстве посмотрел по телевизору про Москву, что там все только высочайшего люкс-качества. Нет, обычные люди, обычный аппарат стоит, что-то не работает, что-то сломалось. А идея переезда в Москву появилась? В Москву хочется переехать только тогда, когда оно будет нужно. То есть переехать в Москву и работать там условно на такой же работе, на обычной, снимать квартиру, это мы украдем опять время у творчества. То есть мы живем в Бийске, но здесь у нас есть комфорт для существования. Мы можем записывать здесь песни условно сами, ну, сводят нам в Москве. И есть репетиционная точка, которой мы занимаемся, это бесплатно английского технологического института нам любезно предоставляет. на этой базе можно существовать, творчеством заниматься и прекрасно. Если так случится, и мы в это очень верим и надеемся, что наше творчество разойдется на более масштабную аудиторию, то мы переедем. Москва, город, мечта и возможность. Вы теперь себя считаете большими артистами? Да нет. Ну, мы съездили, мы получили колоссальный опыт, в плане мы сыграли за два дня два концерта в Москве, до этого столько лет не играли ни одного. И вот это опыт, это новые знакомства, безусловно, это сотрудничество с нашим радио. Плюсом появились разные предложения после поездки в Москву по сотрудничеству. Поэтому это все супер. В целом поездка очень зарядила и к тому, что это Москва во-первых, и к тому, что это фестиваль в Москве, то есть другой уровень. То есть мы поняли, как это может быть. То есть мы же никогда в жизни не видели такой организации, такой хорошей вообще атмосферы на фестивале, что может так мероприятие проходить. Теперь мы с вот этой картиной будем смотреть на все фестивали, концерты, которые будем посещать. Вообще у вас этот год получился довольно успешным, верно? Ну как-то так вот звезды совпали, что вот музыкальная битва у нас прошла, мы выиграли музыкальную битву в Барнауле, потом прошла вот этот кастинг на «Молодые ветра» тоже прошел. Конечно, это уникально, что среди такого количества музыкантов и среди заявок выбрать одну всего лишь песню, которую, ну вот, в крае нашего серии. Это, я не знаю, чудо. Что ж, желаем группе успехов в будущем и победных фестивалях, а мы с вами увидимся в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok